Доброго здоровьица! Сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему Тима примерно одна и та же Это улучшение качества здоровья и борьба с паразитами Причем борьба не просто с паразитами, как гоним листов и так далее Нет, меня в основном интересуют микропаразиты Бактерии, грибки, которые живут у нас в желудочно-кишечном тракте Да и во всем организме, естественно, если они имеются в желудочно-кишечном тракте Значит, организм переполнен ими И начинают действовать на наше пищеварение То есть, они сами по себе сигналят А именно, значит, ну первое, это просто газообразование Повышено какое-то газообразование Сиел, газообразование Второе, это неоформенный стул Дальше я не буду говорить Это уже более такие сильные проявления интоксикации Когда у человека болит голова, болят суставы Он постоянно там болеет и прочее-прочее Я сейчас говорю вот об этих мелких шероховатостях Которые подрывают качество нашей жизни И потихонечку со временем предрасполагают к тем или иным там заболеваниям Серьезным, серьезным И вот меня заинтересовало Такой вопрос заинтересовал Какие противопаразитарные средства такие, знаете, вот Чтобы они были пищевые Чтобы не специальные, а вот больше, так сказать, пищевые были Ну пусть немножко там специальные На что они действуют? И мне, естественно, хотелось высказать не только свое мнение А человека, который уже прошел через это И у нас человек этот есть Который после чистки печени Вот как раз продолжает избавляться от сонма Всевозможных паразитов Я ему задал следующий вопрос И это будет очень интересно И, кстати, пока я тут не забыл Значит, вот я Уже в течение нескольких годов Наверное, двух, а то может быть и побольше Регулярно утром принимают мим Что я заметил? Да, качество пищеварения значительно улучшилось Качество ощущения здоровья значительно улучшилось Стул там оформляется, но, как бы сказать, произошло какое-то вот Вроде как привыкание И возникла такая мысль Я принимаю только утром Утром, допустим, одну четвертую чайной ложки Семян тмина Просто она просто проглотила и все А ночью паразиты-то активны, когда Они, конечно же, активны ночью Когда хозяин лег спать отдыхать И они тут начинают медленно, так сказать, незаметно вести свою разрушительную работу Поэтому на ночь, вот я решил для себя Также одну пятую, там, четвертую чайную ложечку семян тмина То есть я стараюсь использовать такой продукт, который был бы для нас пищей Той пищей, которая вдобавок еще и гонит паразитов Итак, вот мы переписываемся с Эдуардом И я ему задал вот такой вот вопросик Я ему задал вопрос Вот средства, которые вы используете Там, допустим, тмин Значит, тройчатку Там, допустим, керосин Или еще что-то такое Как они вот на вас влияют И что бы вы могли по этому поводу сказать И он молодец И так и надо Ведет дневничок Ведите дневник, что вы делаете Какое у вас самочувствие Что вы чувствуете после того, как что-то там такое приняли Что-то такое сделали И прочее, прочее, прочее У вас будет материал для анализа На основе которого вы можете составлять, будем говорить, план улучшения своего здоровья А если так, что-то такое, знаете, там поделали и забыли Толку не будет Итак, вот что он пишет Теперь, что касается отмина, а точнее зыры С самого начала, 17 февраля 2020 года Я стал принимать семена зиры Купил в магазине пятерочка Пакетик 10 граммов И ежедневно с утра натощак Первый день 1,4 Второй 1,3 Третий 1,2 И далее по одной чайной ложке Не разжевываю и запиваю водой И уже 23 февраля Из меня помолили паразиты Привожу запись в дневнике Вот тут, как бы сказать, и начало нормально Если человек действительно желает погнать паразитов То он должен увеличить дозировку Что касается меня То я просто-напросто поддерживаю пищеварение Я не старался что-то там увеличить Хотя, когда я увеличивал То крепила стул То есть, как бы сказать Создается предрасположенность к запорам То есть, так Желудочно-кишечный тракт Отлично работает Но при передозировке Начинаются проблемы Поэтому вот это, что я сейчас только вам написал Для изынания паразитов Это то, что надо Потихонечку вы уходите А вот для профилактики Там уже просто Вы смотрите По состоянию своего желудочно-кишечного тракта Что из вас выходит Как выходит и так далее Вы уже ориентируйте дозировочку Дозировочку Будьте разумны Привожу запись из дневника 23.02.20 в 4.30 Проснулся от болевых ощущений в животе И позыва в туалет Стул 100% Это пишут для себя Примерно количество Объема стула Из расчета 100% Кашица со слизью В 5.15 Стул 1.3 кашица со слизью 8.39 стул 2.3 кашицы со слизью Значит в 12.53 стул 1.3 каша Желеобразная Студенистый слизь Как медуза Со слизью вышли организмы Паразиты Видел около 5 штук По форме напоминающей Морковку Или огурчик с хвостиком А примерно 2 на 5-7 мм Ну такая вот значит Как бы сказать Такая вот тоненькая вещь Прозрачная С золотистой Жидкостью внутри Нежная Легко давится Весь день В области живота Дискомфорт Периодически терпимая боль Резис жжение На этом Немножечко остановимся И я вам скажу Почему возникает Дискомфорт Терпимая боль Резис жжение Вот эти вот огурчики Паразитики Вот эти вот знаете Такие нежные образования Которые Наш организм защищает Представляете Они под защитой Нашего организма Находятся Допустим В том же Тонком кишечнике И присосались к нему И я вот Когда смотрел На Они значит Вот смотрите Вот если взять Слизистую оболочку Кишечника Они вот так вот Повпивались И буквально Как ковер Выслали То есть они Всю слизистую Ковси Слизистой Присосались И сосут И посасают Понимаете Поэтому Когда естественно Вот происходит Их изгнание То на месте Вот этого Образуется ранка Поэтому И получается Что Чувствуется боль Грязи И жжение Это следствие Отхода паразитов Что Открывается Вот эта вот Раночка И мы Это все чувствуем Итак Что выгнало Паразитов Зира Вот как Происходило Мое первое Знакомство С ними И началось Далее Продолжал принимать Зиру С 28.03.20 По 19.04.20 Стал Принимать Черный тмин Купил на рынке Ну это Примерно То же самое То же самое Считается Что якобы Черный тмин Лучше Ну Почитаем Значит С 20.04.20 И до настоящее время Принимаю Зиру Все таки Зира Это серый тмин Раза три Принимал серый тмин Ну то есть Есть Как бы сказать Серый тмин Есть серый тмин Есть черный тмин А есть вот Зира Которая Практически Напоминает Серый тмин Разобраться в этом Может Так сказать Только специалист Весь Смарт Месяц Курсом Это очень хорошо Месяц Курсом Три раза В день Принимал Тройчатку Полынь Пижма Гвоздика Вот тут не хватало Будем говорить Нуксена Или Спиртовые Настойки На Кожуре Зеленых Грецких Орехов Либо же Сюда можно Было бы добавить Тодикамп Это Настойка Зеленых Грецких Орехов Восковой Спелости На Коросыне Тогда была бы Полынь Хвоздика Потому что Пижма и полынь Где-то так вот Как бы сказать Пересекаются А тут Надо Немножечко Как бы сказать Иное действие Что бы было Ладно К концу месяца Пошло сильное Перевозбуждение Ветра Да Вот этот Полынь Вот эта Пижма Вот этот Горький вкус Гвоздика Это горячий вкус Они сушат Перевозбуждение Ветра В дальнейшем Принимаю Давную дозу Трочатки Раз в неделю Молодец Человек Сориентировался Что с ним происходит Потому что Некоторые Допустим Как зарядят И пошло 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 А потом Вроде Сначала улучшение Было Потом ухудшение А это Вот 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 Это Ерунда И так далее В любом Деле Важна Регулярность Важна Дозировка Важна Периодичность Важно Следить За своим Собственным Состоянием Если Это У вас Будет Значит Вы Сможете Себе Помогать Если Этого У вас Нету Просто Закрывайте Все это Самолечение И Оздоровление И все Чтобы не Нести Себе Еще Вреда Большего С 07 Апреля 20 Периодически Курсом По 10 дней Полощу Горло Керосином Сперва В области Миндалины Белый Гнедник Не проходит Справа Сильное Покраснение Гланды Миндалины Миндалина Была В зачаточном Состоянии Теперь Оживает Потихоньку Приобретает Форму Начинает Дышать Надо Рассказать Интересную Историю Потом О миндалине Не забыть То есть Смотрите Если В органе Имеются Паразиты Бактерии И прочее Бяка Кака Естественно Оно Уже С детства Настолько Там Внедрилась И Будем Говорить Высасывает Вот эти Все Там Все То Что Должно Ити На питание Той же Миндалины Идет На питание Вот этих Вот Как бы Сказать Паразитов Микропаразитов Бактерий Грибков Гноеродные Инфекции Коков Моков И так Далее И прочее Что этот Орган Находится У нас В зачатке А тут Когда мы Начинаем От этого Избавляться Очень Верно Подмечено А так же По одному Зернышку Зиры Жую Каждые Три часа Ежедневно Вот эта Душистость Великолепна Отличная Рекомендация Отличная Рекомендация Для того Чтобы Поддерживать Вот Состояние Крови Чистой Потому что Когда человек Жует Здесь И слюноотделение Здесь очищается Кровь Через слюноотделение Здесь Все что выбрасывается Сразу Вот это Фитонцидами Вот этими Эфирными маслами Которые находятся В зире Сразу же Подавляется Прекрасно Берите На вооружение Простая Не жуйте Там Жвачку Всегда Имейте у себя Семена Зерны Одно Зернышко Больше не надо Одно Зернышко И вперед Итак Подведем Небольшой итог Мне больше Все нравится Зира И в первую очередь За ее душистость Душистость Это то качество Которое говорит О бактерицидности О том Что она подавляет И грибки И разного рода Эти самые Бактерии И естественно Действует Против вирусов То есть Вирус Это малейшая частица Там летит Да А тут Идет дух От нас Вот это вот Душистость Эфирных масел Они вот так Все отталкивают Поэтому Это будет Прекрасная вещь И от Разного рода Вируся Паразитов Гонит Великолепно Газообразование И вздутие живота Ликвидируют Газы без запаха Нейтральные Нормализуют ЖКТ То есть То есть То что и нам Надо Если имеется У нас В нашем Кишечнике Бактерии И они уже Заселились И Размножились То они Любую пищу Уже начинают Будем говорить Переводить Там В результате Своего разложения На газ И тем более Еще газ Может быть Вот такой Этот Плохо пахнущий И естественно Нормализуется Работа ЖКТ Черный Тмин То же самое Но он Какой-то Совсем Уж Нейтральный Без запаха Хотя Заметил Что стул Он формирует Еще лучше А в камушках Из печени Я видел Вкрапление Семян Черного Тмина Черный Тмин То есть Со своей стороны Каждая Вот эта Противопаразитарка Она действует Как бы сказать Где-то больше На одно Где-то меньше На другое И поэтому Вот это Все Как бы сказать Надо бы менять Это Очень важно Значит Серый Тмин Подушисти Черного Но Зири В этом Компоненте Уступает А также Тоже Гонит Будь здоров Все Все хороши Я пришел К выводу Что в любом случае Нужно комбинировать Чтобы чужие Не привыкали Прекрасная мысль Прекрасная мысль Идет комбинация Того-сего Пятого Десятого И так далее То есть Если вы чувствуете Что у вас газообразование Что у вас частенько Побаливает живот Что у вас стул Не оформлен Значит У вас Уже все там Заселено Чужими И надо Надо Их Так сказать Постоянно Теребить Чтоб они Оттуда Вышли Потому что То что находится В желудочно-кишечном тракте Находится уже Во всем организме Тракт 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 Их Их так же можно Отчистка Отчистка Удивляемся Тупой Тракт 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 И запах Желтого цвета Тракт 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 По ощущениям, будто бы я в 20-летнем возрасте на тренировке, походка мягкая, как на кошачьих лапках. Пью-пью-пью-пью. Пружинистая. Стопы как пружины. Это говорит об энергетике. Об энергетике. Удары с обоих рук. Бадим-бадим. Он занимался боксом. Летят как в молодости. Замечательно. Уважением Эдуард. Молодец. Вот что значит работать над собой. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!